Субтитры делал DimaTorzok Здарова! Многие мужики мечтают, чтобы у них был сын. Они бы играли с ним в футбол, водили бы на катере, строили бы модели самолетиков, но иногда не все идет по плану. Субтитры делал DimaTorzok Вот это взгляд! Учитесь говорить НЕТ своим детям. А то, как этот дядька, переступите порог невозврата. И с вами, как и с ним, можно будет делать все, что угодно. Стоп, он. Субтитры делал DimaTorzok Давайте почтим памятью и минутой молчания, в связи с трагической потерей надежды на брутальное мужское будущее. Ведь человек с таким лицом уже никогда не сможет напугать свою дочь. Она просто уже никогда не будет его бояться. А вы, кстати, слышали, кого она рисует? Can you tell me what you're making me into? I'm making you a cat. Кота? Это кот? Простите, еще раз спрошу. Так должен выглядеть кот? Да я бы в штаны наложил, если бы такого увидел. Он еще более жуткий, чем кот из Алисы в стране чудес. И что дальше? В будущем, когда девочка подрастет, она будет заставлять батю наряжаться в ее одежду, чтобы посмотреть, в чем пойти на свидание? Ну ладно, может, все не так печально, как кажется. Может, он сразу после съемки этого видео побежал грабить банк. А это было вместо маски. Ладно, на самом деле классный мужик. Это здорово, что он играет с дочкой. А видео он, возможно, вообще снимал для жены. Покажет ей вечером, а она такая... Ой, ты такой милашка. Ему ночью кое-что перепадет. Если вы любите бананы, то ни в коем случае не смотрите следующее видео. Я вас предупредил. Ну что, нормальная ситуация. Хотел съесть банан, но передумал и съел яблоко. Ну или нектаринчик. Просто пауки как-то неприятно хрустят, да и лапки потом между зубами застревают. Червяки в яблоках... Ммм, пальчики оближешь. Вообще, паук нормально так устроился. Попал под программу доступного жилья. Небось, еще ипотеку платить не надо, ведь он свалил из родной страны. Пацаны, че мы вчера пили? Пацаны, где я? Ну почему именно банан? Почему не из гамбургера? Вы только представьте, сколько людей могли сбросить жир и заняться спортом. А теперь в одной южноамериканской стране накроется вся экономика. Хотя они всегда могут перенаправить свой экспорт. Я страх, я ужас. Бойтесь меня, людишки. На самом деле это видео качественный видеомонтаж. Внимательный зритель наверняка это понял сразу же после того, как банан начал шевелиться. Будь видео настоящим, все происходило бы совсем иначе. Следующее видео сначала может показаться немного скучноватым. Ну да, скажете вы, кто-то сломал машинный гараж. Таким уже не удивишь. Но есть одно но. Ой, уже было два но. Блин, уже четыре только что было. Короче, это сделал 91-летний старик. И сделал это специально, просто так. Потому что он это может. Ему все можно. Ему 91. Ему похрен. В общем, суть в том, что это 91-летний экстремал Уолтер Томас из города Вудсток, США. Он исполнил свою мечту въехать на тачке длинновоза в закрытую дверь сарая. Да, именно на тачке и именно сарае. Но пока он взрослел, прогресс не стоял на месте. По его словам, он всегда хотел это сделать, но не мог решиться. То есть получается, что это самое взвешенное в мире решение. Представляете, как в течение 60-70 лет он вынашивал свой план. Три! К старости он решил составить список желаний, которые он должен успеть реализовать. Одет-то хулиган в душе. И правильно, чё? Почему бы нет? Правда, бери от жизни всё. Чувствую, можно уже искать в сети видео про то, как он делает в стриптизе моторную лодку. Интересно, почему родственники решили помочь ему? Чтобы помочь осуществить мечту или чтобы отжать дом побыстрее? Не разобьётся, так за неадекват в дурки закроют. Главное, чтобы он не влёкся и не начал весь дом крушить. А то родня такая, через неделю приходят, а тут кругом руины. А то дед довольный в тачке. Уверен, многие из вас не очень хорошо помнят те времена, когда союз распался. Да чё я заливаю, мне самому тогда два года было. Подозреваю, что в те времена люди мало смыслили в маркетинге. Потому что иначе я никак не могу объяснить появление вот этой рекламы. В Сыктывкаре открылся новый магазин Панда. У меня, конечно, очень маленькая зарплата, но я всё равно пойду туда и куплю себе апельщины, бананы, абрикосы, кокосы, лимоны. Яблоки, виноград. Всё это в магазине Панда. 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 ПААНДА 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 Мне кажется, что человек, который придумал эту рекламу представляет себе будущих клиентов панды примерно так. А как еще объяснить видеоряд в стиле спокойной ночи малыши и этот гипнотический призыв закупиться в ПААНДЕ? ПААНДА 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 Ну теперь я уж точно не уверен, что людей так в обычный магазин зовут Больше похоже на приглашение в оккультную секту Ожидающую пробуждения великой панды которая должна поглотить мир. Не зря я всю жизнь побавился этих, на первый взгляд, милых медвежат Ведь если присмотреться, можно увидеть что мордочка панды напоминает череп Совпадение? Не думаю. Кстати, походу это самое первое видео, где на фоне висит покрывало Так что мейнстрим таких съемок начался задолго до меня Это был Плюс 100500, меня зовут Максим Пока Привет, дорогие собутыльники и собутыльницы Коктейль Космополитен Поистине дамский коктейль Попробуем его приготовить? На первый взгляд все просто Очень любезно Космополитен Донышко без осадка и мутя Космополитен